Доброго здоровья, друзья! С вами Лохматая Душа. Сегодня грустная тема. Я расскажу вам о барне. Он попал к нам в приют еще щенком и несколько лет просто жил. Но иногда случается беда, когда собаки или разыгрываются, или спорят между собой, и кто-то по глазу ударил когтем. А возможно, и сам в глаз что-то попало, пытался достать и сам себя поцарапал. А сейчас жарко, и воспаление разразилось, растеклось очень быстро. Это нечаянная трагедия, но в результате мальчик лишился глаза. Что сказать, друзья? В приюте случается все. Мы не всегда можем уследить и вовремя среагировать. Да, мы обходим каждый день, проверяем тот, кто убирает вольеры, смотрит за животными. Но иногда они тоже это пропускают, когда собака сидит в будке и не выходит. Мы делаем особый упор и заставляем, чтобы всегда открывали крышки, всегда смотрели, кто внутри сидит, как сидит, нет ли раненых, нет ли подратых. Мы всегда за этим наблюдаем, но сами понимаете, приют огромен, а люди не всегда ответственные. Иногда проверят, иногда нет. И поэтому случается вот такая беда, что рану мы замечаем через день, а может и через 2-3. К сожалению, друзья, я не могу с этим бороться, хотя прикладываю все силы, чтобы этого не было. Но это жизнь. Никогда не знаешь, где упадешь, никогда не знаешь, где споткнешься. Точно так же и животное. Сегодня он играет, а к вечеру может сам себя ударить когтем по глазу, если зачесалось. Или муха попала. Все бывает. С Берни случилось просто несчастный случай. И тем не менее, друзья, мальчик пострадал, и я прошу вас помочь ему оказать помощь. Нас слишком много и очень много тяжелых. Особенно огромный поток идет малышей. Сейчас много на капельницах. Ребята, я прошу у вас помощи. Потому что как бы мы не были заняты перевязками, уколами, обработками, у нас остается самая главная наша боль. Это корм. Потому что животные, даже раненые, хотят есть. И мы обязаны, мы с вами, обязаны, друзья, их накормить. Обязаны с человеческой точки зрения. Хотя у каждого она из нас своя. Я призываю вас к добру. Я призываю вас к милосердию и состраданию к нашим близким. И я прошу вас, мои хорошие, пожалуйста. Пожалуйста, всей душой прошу. Помогите приюту. Помогите людям. Будьте добры. Пожалуйста. Вы – наша жизнь. И мы можем надеяться только на вас. Благодарю вас всех. Доброго вам всем здоровья. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан. Спасибо. Добро пожаловать в Казахстан. Спасибо. Добро пожаловать в Казахстан. Добро пожаловать в Казахстан. Продолжение следует...